Привет вам любители комиксов и сегодня мы с вами посмотрим на довольно увесистый и я считаю один из таких знаковых сборников которые у нас перевели как marvel 75 лет чудес это в оригинале был умник который собирает в себя наиболее знаковые ключевые события и комиксы за довольно длительный период существования издательства marvel он выходил на русском языке под издательством параллель комикс но обо всем поговорим подробнее в ходе обзора а пока давайте посмотрим на саму книгу у меня вариативная обложка в свое время она была эксклюзивом магазина 1с интерес и здесь у нас смерть капитана америки указано и так корешок выглядит таким образом у нас решили не называть его умником но тем не менее и сзади мы видим информацию что в данную сборник вошли лучшие комиксы за всю историю marvel конечно не за всю историю но за довольно большой период ее существования и что же сюда входит а входит огромное количество и так здесь фантастическая четверка 1961 года выпуск номер один а также выпуски 48-50 и 285 халк 62 год выпуск 1 мстители 63 год выпуск 1 и 57 удивительный человек паук 63 год выпуски с 31 по 33 а также 50 и 121 и 122 невероятный халк 68 год выпуск 150 181 гигантские люди икс giant size 75 год выпуск 1 люди икс 63 год 41 141 142 выпуски сорвиг голова 64 год 181 выпуск графический роман marvel 82 год выпуск 1 и 5 тор 66 год выпуск 337 чудеса 94 год выпуск 1 люди икс альфа 95 год граммоверцы 97 год выпуск 1 удивительный человек паук 99 год выпуск 36 ultimates 2002 год выпуск номер 1 капитан америка 2005 год выпуск 25 хоукай 2012 год выпуск номер 11 а также истории с капитана америки 41 года выпуск номер 1 удивительные фантазии 62 год выпуск номер 15 и И Удивительный Человек-паук, 1963 год, выпуски 248 и 700. Фух! Думал, что язык отсохнет. В общем, вы понимаете, что комиксов здесь огромное количество. Ну и, так как это была лимитированная серия, лимитированная обложка, всего их вышло 500 экземпляров, у меня вот 004, то есть четвертый экземпляр. Давайте посмотрим. Здесь, помимо самого комикса, были небольшие бонусы. Я их тоже покажу. Это вот такая вот наклейка. Надеюсь, на камеру будет ее видно. Помимо наклейки был такой плакат. Сейчас я его разверну, тоже покажу. Соответственно, вот лицевая сторона выглядит вот так. Это, по сути, основная обложка была данного сборника. А сзади у нас также выпуски, которые вошли в данный сборник. Но, скажем так, в таком увеличенном формате. Можно поразглядывать картинки. Что касается того, что у нас под суперобложкой. Под суперобложкой у нас вот такое вот красивое тиснение под золото. Также сделан корешок. Довольно прикольно. Бумага и вообще корешок и обложка очень приятная на ощупь. Тактильная такая, интересная. Ну и сзади у нас как раз-таки логотипчик. Один из интересов, что означает именно эксклюзивность данного издания для этого магазина. Так, что ж, давайте его полистаем. Здесь у нас, кстати говоря, информация о вступлении о том, что же это за знаковый такой сборник комиксов и почему такие знаковые. Тут написано как раз-таки о первых появлениях Капитана Америки, Фанатической Четверки, Халка, Человек-паука и так далее. То есть набор очень важных ключевых событий и арок. К слову, вот в конце написано, доктор Сминог становится Совершенно-шеловек-пауком. Не так давно мы с вами смотрели на моем обзоре, на моем канале как раз-таки Омнибус Совершенно-шеловек-паук, где как раз-таки вот Октавиус вселился в тело Паркера. И вот здесь как раз-таки, как раз-таки это первое событие и тоже имеется. Содержание, как можете видеть. Книга довольно здоровая, тут навскидку около тысячи страниц. Открывал я ее редко, поэтому она скорее всего еще будет хрустеть. Но тем не менее, мы ее точно с вами хорошо посмотрим. Здесь интро, вступление и наши первые комиксы. Ну а пока я листаю. Кстати, по поводу бумаги. Бумага здесь тоже довольно интересная, она матовая, очень приятная на ощупь. Но как бы минус этой бумаги в том, что у нее передача цвета такая, менее, наверное, яркая, что ли. Но тем не менее, с точки зрения вот именно такого тактильного ощущения, она действительно очень приятная. Она намного приятнее, как мне кажется, современных Омнибусов оригинальных, которые, ну как будто ты держишь в руках промокашку, если честно. Так вот, возвращаясь к издательству параллельных комиксов, параллель комиксов. Довольно многообещающее издательство, которое выпустило за историю существования довольно много интересных изданий. Это и данный сборник, который имел еще более коллекционный формат, там с каким-то очень крутым слепкейсом и так далее. Которые выпустили Землю Икс, тоже один из знаковых и культовых сборников комиксов. Которые выпустили разноцветную серию, там грусть, страх и так далее. Ну и ряд других комиксов и ряд других графических романов. Но, к сожалению, в том числе и ковид сказались на издательстве. И насколько я могу судить, за счет того, что они довольно давно о себе никак не заявляли, ничего не говорили, не рассказывали, не показывали. Я могу предположить, что они все-таки свое существование прекратили. Или как минимум ушли в долгую заморозку, в приостановку своей деятельности. И, наверное, в ближайшем будущем мы вряд ли увидим что-то под их эгидой. Хотя очень жаль, потому что ребята делали крутую работу. У них каждое издание, конечно, имело свои недочеты и недостатки. Были там косяки, которые всплывали периодически. Там и с точки зрения типографии, там с точки зрения опечаток. Но, тем не менее, комиксы и гиды, выходящие из-под их издательства, заслуживают уважения, внимания, интереса и просто достают удовольствие, находясь на твоей полке. Поэтому мне вдвойне грустно и жаль, что ребята вот так вот закончили, по крайней мере, на текущий момент свою деятельность. Но, тем не менее, возможно, когда-нибудь они вернутся и это будет действительно крутой камбэк. А пока мы с вами имеем возможность посмотреть одну из самых знаковых книг, сборников, в которой действительно можно найти очень много интересного. И если у вас нет возможности, желания собирать огромное количество омнибусов, там какие-то комплитов, прочих форматов, да, там по разным сериям, по разным персонажам, разным героям, то вот подобное издание – это, наверное, один из лучших вариантов, имейте все на полке. Это очень крутой сборник, в котором есть, ну, практически все знаковые события, знаковые истории, которые позволят вам приобщиться к классике. Ну, да, вот та самая крутая история про Зеленого Гоблина, Питера Паркера и Глэн Стейси. Да, вот, Халк, то есть, первое появление, полное первое появление Росомахи, если я правильно помню, в данном выпуске Халка. И так далее, так далее, так далее. То есть, здесь огромное количество различных крутых, интересных вещей, которые заслуживают вашего внимания. Я крайне рекомендую с этим делом ознакомиться, если у вас есть такая возможность. Насколько я могу судить, данный сборник еще встречается и в комикс-шопах, и на Авито. Поэтому вполне вероятно, что вы сможете для себя его найти, открыть, почитать и остаться довольными. Потому что, действительно, здесь очень много важных событий. Ну, и практически во всех знаковых супергероевских сериях. Да, будь то те же самые Люди Икс, Фантастические Четверки, Человек-паук, Капитан Америка и так далее. Поэтому, однозначно рекомендую. Опять же, к слову говоря, если я сейчас не пролистаю этот выпуск, то тоже о нем поговорим. Но если пролистаю, то, по крайней мере, проговорю это голосом. Если вы смотрели у меня мой прошлый обзор, посвященный Омнибусу Роджера Стерна, Человека-паука, в оригинальном Омнибусе, я говорил о том, что помимо того, что Роджер Стерн как раз-таки является создателем домового Хобб Гоблина, так он еще и написал одну из самых душевных историй про мальчика, который коллекционирует Человека-паука. И вот этот знаковый сюжет, знаковая, да, вот я не пролистал, так что как раз отлично. Сейчас прям найдем, даем на начало. И этот сюжет здесь тоже есть на русском языке. Да, вот как раз он самый. Очень трогательная и душесчипательная история, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. И вот она здесь тоже есть, что, безусловно, является очень, очень крутым бонусом. Этого сборника. Ну и помимо него, да, здесь очень много других интересных событий, интересных историй. Так что я настоятельно рекомендую, если у вас есть желание и возможность, такой Омнибус, ну, такой сборник, да, если говорить про наше издание, приобрести. Это действительно, ну, очень знаковая, культовая книга, которая в себе хранит очень много разных сюжетов, которые, ну, любитель комиксов, фанат, коллекционер комиксов должен знать, скажем так. Ну, или, по крайней мере, иметь возможность с ними познакомиться. Ну, и мы потихонечку уже прошли путь от классики, совсем классики. Переходим к уже более современным вехам. Как раз таки, веха Людей Икс у нас здесь. Конечно, конечно, здесь очень много всего интересного. Ну, да, ну, и мы с вами как раз таки, опять же, буквально на днях был обзор, смотрели ролик, посвященный Пауку Строжинске, первому Омнибусу, как раз таки событиям 11 сентября, когда были уничтожены братья-близнецы в Америке, да, эти две башни. И вот здесь тоже этот выпуск есть. То есть, понимаете, насколько это действительно, ну, такой, скажем так, опус магнум, да, это вот такое издание, которое позволит вот в одном таком сборнике, ну, иметь действительно большое количество знаковых сюжетных событий, появлений персонажей и так далее. Поэтому, поэтому точно оно никого равнодушным не оставит. Ну, и по поводу косяков в издании, все-таки их не так уж много, чтобы об этом сильно переживать. Там из таких прям знаковых ошибочек была история связанная, а, да, кстати, мы дошли с вами до Совершенного Человека-паука, того самого момента, когда вот Октавиус вселится в Питера Паркера. И вот, возвращаясь к моим последним словам, косяки здесь есть, но они небольшие, и из таких наиболее значимых там поехал, по-моему, шрифт с текстом на выпуске Люди Икс Дни минувшего будущего. Мы с вами его пролистали, поэтому уж я его искать не буду повторно, чтобы показать, продемонстрировать. Но я думаю, что если вы знакомы с этим изданием или когда-то его держали в руках, то вы понимаете, о чем я говорю. Да, Хоукай тоже известная история. Если помните, не так давно Марвел выпустила как раз таким сериал про Хоукая, тоже с отсылками к этой серии комиксов. Послесловие. И все. С допами здесь довольно грустно. Ну, а тут у нас состав авторов. Не всех, но большинства здесь у нас. Такие известные люди, как Эд Брубейкер, Курт Бьюсик, Крис Клэрмонд, Стив Дитко, Джек Кирби, ну или Кёрби, как его называют по-разному, Стэн Ли, конечно же, Фрэнк Миллер, Джон Ромито, Джон Ромито-младший, Алекс Рос, Дэн Слот, Роджер Стэн, Джим Старлин, да, и так далее, и так далее, Марк Уэйт. То есть, количество выдающихся ключевых сценаристов в этом сборнике зашкаливает. Что ж, а у меня на сегодня все, и увидимся в новых обзорах.